Новая земля Новая земля Удивительный уголок Я давно хотел попасть туда Хотел снимать здесь белых медведей И эту прекрасную природу Но случилась беда И съемки были другого рода Самое страшное было, конечно, для меня в эту минуту Что ствол автомата Был направлен точно на мою дочку Которая сидела в первом ряду Я, значит, контр-адмирал Прибыл к вам, значит, без оружия, без ничего Я готов вести, выполнить все ваши требования Но не нужно травмировать детей Цель у нас, особенно на первом этапе Была четко выражена на общую Это не дать возможности Террористам Расправиться с заложниками Немного наслышано о дедовщине Но в гарнизоне на новой земле Все вышло наоборот Группа младых матросов Терроризировала старослужащих Вымогая у них деньги К командованию посыпались рапорты И вымогатели оказались на губтвахте Испугавшись расплаты Они договорились о побеге Хотя бежать с новой земли Практически некуда На губтвахте Находилось шестеро арестованных В 8 часов утра их вывели на работу 5 сентября арестованные Шамхалов, Мальсагов, Бугаев, Хозяинов И Абдулаев были направлены на хозяйственную работу Конвойный матрос Никитин охранял арестованных Когда они разнесли столбы К месту их капывания То проходя мимо конвойного Конвойный находился здесь Мимо конвойного Бугаев Лом, который у него находился Дважды ударил его по голове Когда конвойный обмяк и упал Подбежал Мальсагов Выхватил автомат у конвойного И штык-ножом, примкнутый к автомату Начал его колоть Это произошло в 9 часов 5 минут Увидев такое страшное убийство Один из арестованных сразу же бросился бежать Пятеро остальных, забрав оружие Направились в госпиталь Надеясь захватить санитарную машину В районе 9.30 на выходе Зашли на встречу Мне зашли в госпиталь Четыре военнослужащие С ними шел автоматчик С автоматчиком я столкнулся Открывая дверь Он открыл ее мне на встречу С криком Подполковник Выходи Садись в свою санитарную машину Он меня провел и посадил кунг санитарного транспорта Прибегает боец наш Ну, как это сказать С командой госпиталя И говорит там, командир, собирайте ехать Я выхожу Никого нет Смотрю, в кабине тоже никого нет Подхожу, загадываю кунг Сидит там подполковник Данилюк На него направлен автомат Ну, матрос Вот этот матрос мне говорит Потом он, заводи машину А то, говорит, застрелюсь Сейчас подполковник Когда подошел Климентев Они взяли у него ключ И посадили его в кунг Рядом со мной После этого Они резко набрали скорость Так были захвачены первые заложники Машина приближалась к посту Военной автоинспекции Когда мы доезжали Они единственное, что предупредили Мальсагу Что если нас восстановят ваги Я должен через окошко там покричать Что, мол, все нормально Если я предприму какие-то меры Указания, что здесь нестандартная ситуация Что тут что-то случилось Значит, они обязались стрелять или меня Или в воичника Но пост ВАИ их не остановил Террористы беспрепятственно двигались К поселку Рогачево Прибыв в поселок Они сразу направились в школу Был третий урок Примерно без 15.10 Вдруг открывается дверь Мы даже не поняли, в чем дело И прямо вот он с автоматом Прямо сразу с направленным автоматом Так, встать Ну что такое? Что случилось? Я даже не поняла, в чем дело Сначала как игра Как смешно вроде И буквально через пару секунд Открывается дверь Начинают еще детей сюда Значит, каких сверху детей Видно, они увидели Или с какого первого класса И сразу сюда Потом только мы сели Мы же не знаем, что делать Открывается дверь Заходит директор Я директор этой школы Здесь в заложниках уже были Ученики первого и второго класса Вместе с учителями Здесь сидел в углу С автоматом в руках Матрос Мальсагов Который объяснил, что это захват Он так и сказал Это захват Мне уже терять нечего У нас есть труп Мы будем стрелять У нас есть свои требования И скоро вы их все услышите Я стоял рядом со школой Буквально в 100 метрах Ну и одна из родительниц Выбежала, спросила Плача, что В школе солдаты с автоматами Ну, чтобы успокоить Когда выходили солдаты Мы не видели, что Один автомат у них был Я пошел в школу, чтобы успокоиться Когда вторая дверь оказалась закрытой Она засовывала изнутри Я понял, что там что-то случилось Ну и какое-то Сразу желание Потому что здесь находилась дочь Я постучал И меня запустили сюда в школу Завели вот в этот класс Здесь находились дети Учителя Мальсагов, один из террористов Сидел вон в том дальнем углу С автоматом Направил автомат на детей Автомат был снят с предохранителя Палец лежал на спусковом крючке Ну и самое страшное было, конечно Для меня в эту минуту Что ствол автомата Был направлен точно на мою дочку Которая сидела в первом ряду Через 15 минут Считаю, время пошло Если через 15 минут здесь не будет 5, нет, 3, 4 автомата Два пистолета Два пистолета Время отсчитываю 41-го Расстрел И 41-й Видимо, они вспомнили Нашу киноклассику Не зная ее Не зная сюжета Но как-то пытаясь Героизировать себя И поднять себя С своих же глазах Второй кинец Бугаев Это оружие проверял На выстрел Направил ствол В памятник Находящийся около школы Он проверял Дали ли им боевое оружие Но после этого Суда же они потребовали Начальника полигона Контр-адмирала Шевченко Когда шел к школе Ну Конечно Гнетет вот это чувство страха Сказать, что абсолютно бесстрашно Этого не было Но потом, когда увидел Детей Вот их лица Их глаза Знаете, уже в дальнейшем Как-то Ну, наверное, чувство страха Оно есть Оно как у любого живого Организма Как у любого живого существа Как у человека каждого Оно присуще Но уже здесь речь шла Совершенно о другом Здесь на первом месте Был не страх за себя Вот непосредственно Что с тобой там что-то сделают Или что А страх вот за Тех детей И за те последствия Которые Могут, значит Вот Сказаться на дальнейшей жизни Этих Маленьких человечков Понимаете Что Как вот на них На их психику Все это дело повлияет Контр-адмирал Также стал заложником террористов Которые теперь были Вооружены До зубов Террористы С большинством Заложников Перебазировались Из школы На летное поле Значит Основные события Затем Разыгрались Именно на Летном поле Аэропорта На взлетной полосе Они потребовали Две канистры С бензином Которые поставили Автобус с детьми И вот Это конечно Было ужасно Поскольку Канистры Одна на другой Расположили На ступеньках И Мальсагов Приказал Хозяинову Постоянно Держать их Под прицелом С тем Чтобы при малейшей Угрозе В жизни Автобус Взлетел В воздух Террористы Потребовали Предоставить им Самолет Хотя К этому Времени Между ними Начались Разногласия Мы сидели В машине Я старался На глаза Не выпадаться Чтобы они Мне ничего Не сказали Делать Потом Подошел К Мальсагов Я говорю Мальсагов Отпусти меня У тебя Заложники Отпусти меня Он сказал Что ты меня Не отпущу Потом Подошел Я к Бугаеву Я говорю Поговори с Мальсагом Отпусти меня Он говорит Ты хочешь Я сказал Да Я не собирался Лечу Он вышел Поговорил Потом Мальсага Посмотрел Там В Кунге Я сидел Посмотрел В мою сторону Я вышел Он у меня Автомат забрал Рожок Забрал Бугаев Потом Я начал Мальсаг Говорить Людей Отпустил Он сказал Что нет Не отпустит Потом Начал Бугаева Я уговариваю Он увидел Что я Бугаев Говорю Что-то Начал кричать До меня Сказал Я до пяти Считаю Если Ты не уйдешь Я тогда Автомат Меня направил В этом Я уже ушел Террористов Осталось Четверо Самое главное Что передо мной Они никаких Не выдвигали Требования Исключением одного Самолет Который должен Лететь в Москву Что дальше делать Никто ничего не говорит С кем они хотят Еще вести переговоры Ничего никто Не говорит Значит Была предоставлена Прямая связь С председателем Верховного совета Дагестана Магомедом Али Магомедовым Была предоставлена Прямая связь С президентом Ингушетии Аушу Практически Никаких Воздействий Это на ход Событий Не оказало То есть Они Продолжали Настаивать На своем Продолжая Стрелять в воздух Угрожая Самые решительные Меры Особенно Конечно Было тяжело Когда Выяснилось Что самолет Сможет прибыть Не раньше Ну Где-то 16.30 17.00 Самолет Прибыл В 16.53 Его пилотировали Военные летчики Через несколько минут Они тоже станут Заложниками По договоренности После прибытия Самолета Террористы Должны отпустить Маленьких детей Но выполнят ли они Свои обещания Нет Убросы Начали высадку детей На всяках Идет Ковтокс Не понравилось Не понравилось Два Четыре Выстрел Пять Шесть Семь Восемь Девять Не понял Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Двенадцать Пока на улице Стоит три человека Через два террористов Высаживают детей Больше я пока Разобрать ничего не могу Девятнадцать Двадцать Считаем Двадцать 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 Выходит Двадцать 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 27, 28, 29, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 40, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 45, это самый вылез. Командир? Командир, 46 человек. Детей отпускают. Детей этих отпускают. Считай сколько отпускают. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 14 детей вроде бы отпускают. 14 детей построены на дворце бетонной полосы. Дальнейшие действия... 18, 18, 15, 16. Детей отпускают. Детей отправляют от машины в сторону. 23 человека. 23. 23 человека. Которые поменьше. Спустя. Офицер БМК, с которым они ходят. Понесли две комиссии в самолет. Началось с посадки. Конъекторы с бензином понесли в самолет. 12 человек. Началось с посадки. Началось с самолет. Началось с посадки. Началось с посадки. Они не выпускают экипаж. Глаждая в пласти. Экипаж не выпускает. Маленькие детей отпустили. Но под дулами автоматов оставались старшеклассники, женщины-учителя и другие заложники. И нас всех загрузили туда, предварительно осмотрев самолет. И только после этого начались переговоры. Но переговоры были, конечно, непростые. Длительные переговоры. Но в результате, самое главное, нам удалось сначала выпростить, отпустить детей. Потом отпустить женщин. А потом непосредственно мы уже в Атубле для того, чтобы получить документы, якобы для убытия к новому месту. В течение 10 часов террористам постоянно внушалось, что все их требования выполняются. Посчитав, что дозволено все, они решили заехать за документами, а заодно прихватить награбленное. Это соответствовало планам сотрудников ФСБ – разделить террористов. Взяв с собой троих заложников, в том числе и адмирала Шевченко, трое вооруженных террористов отправились в казарму, поручив четвертому в случае необходимости взорвать самолет. Операция по захвату длилась секундно. Ну, конечно, все было сделано очень быстро, очень четко. Тут только остается восхищаться. В результате этой операции трое из четырех террористов были захватены. Среди них Мальсагов и Бугаев – те, кто убивал конвоира. Фамилия, имя, отчество. На камеру. Громко. Мальсагов, Сумирландсов, Убийник. По фамилии, имя, отчество. Бугаев, Родин, Ян, Убийник. Ранее судим скрыл судимость от военкомата. Третий террорист Шарипов тяжело ранен при задержании. Но в самолете остается четвертый. В 19.36 на взлетном поле появились два автомобиля. Но эти операции еще не закончены. В самолете находится вооруженный до зубов террорист. Да, это был хозяин. Вот сейчас в самолете движется машина. Выходят люди. И начинается новый отчет времени. Уникальные кадры. Отчет времени начался. Или из самолета сейчас выйдут люди. Или прогремит взрыв. Хозяинов Дмитрий Владимирович. 1979 года рождения. Уроженец Ненецкого автономного округа Архангельской области. Образование среднее. С помощью специалистов из Москвы был составлен его психологический портрет. Проанализировав все данные, которыми они располагали к этому времени, специалисты сделали вывод, что хозяинов, поняв, что остался один, предпочтет сдаться, чем взорвать себя и других. И все-таки это было только предположение. Расчет оказался верным. В 19.38 операция была завершена. В федеральной службе безопасности есть свои, будем говорить, определенные тактические приемы и иные возможности, которые, будем говорить, должны остаться за кадром. Ибо от этого зависит эффективность деятельности не только по данным случаям, но и, к сожалению, и в будущем. Нам удалось все вместе сохранить жизнь людей, сохранить жизнь и детей, и учителей, ну и остальных военнослужащих, которые были в непосредственной близости и непосредственно принимали участие во всех вот этих вот мероприятиях по обезвреживанию группы террористов. Валерий Николаевич, как Ваша дочь сейчас чувствует себя и ее подружки? Ну как? Это, как говорят, вы говорили, психология заложника, а это психология ребенка. Конечно, так-то они вроде... Для них это приключение, побывать в заложниках все-таки, какой-то героизм и так далее. Но ночью частенько можно слышать крик, когда ребенок спит. Это так даром не прошло для них. Вот эти часы, находившиеся под оружием, под столом автомата. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 31, 38, 39, 40, 41. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...